Господа, мы отошли! Экипаж Калипса впервые в жизни идет под парусом. Бэй-де-Вин. Вот, ребятушки, шквалик, 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 хорошо! Грот с такси стоит, еще бы сюда бы спинахер. В 41-м году они снова сюда пришли. И они здесь стояли до 44-го года. Вот он, яхтинг! Развлечение, тренировка, по-моему, прошла она отлично. Будем выбираться обратно. Капитан Павел Истарпом, Наталья, сделали великое дело. Мы прикрепили нашу палубу в машине. И теперь поедем так. Главное теперь доехать, подхватить матроса Антона и доехать до порта Требиски. Антон, адмирал Сергей по отчеству Сергей Евгеньевич. И вот наш Калипсо, собранный, находится здесь, в ромашках, на его постоянном летнем месте стоянки. Так что теперь, ребят, надеюсь, мы будем ходить чаще. Баллоны отремонтированы. И сейчас мы будем делать наш второй выход в море. Мы наконец-то поставили мачту и парус и готовились впервые в истории Калипсо. И в этом сезоне выйти под парусами, как настоящие яхтсмены. Если вы смотрели наши предыдущие выпуски, то вы же знаете, что под мотором у нас уже было достаточно приключений. Но душа радовалась и трепетала, так как под парусом мы выходили впервые. Господа, мы отошли. Пока полет нормальный, но идем на моторе. Антон, как настроение? Вообще кище. Сергей? Отлично, все. Замечательно. Экипаж Калипсо впервые в жизни идет под острым углом под парусом. Бей-де-винт. У нас правый швер допущен, потому что мы идем сейчас к правым галсам. И, надеюсь, баллоны не подведут. Паша, Сережа, Антон. О, ребятушки, шквалик, шквалик, шквалик. Ну что, разворот? Господа. Ты хочешь за вискарем? А потом походим? Да, давайте все-таки. Вопрос на камеру, да? Что мы ходим против ветра и без вискаря? Мы пойдем по ветру за вискарем. Ну давай сейчас вот дойдем вот до этих вот ребят немножко. Возьмем злодеев на абордаж. Да. Хотя... Абордажных крюков. Мы не взяли абордажных крюков, но идем хорошо. При слабом ветерочке, ребят, ну нормально идем. Грот с такси стоит. Еще бы сюда баспинакер. И было вообще зашибись. Порвали парус. Порвали парус. Порвали парус. Да, мне что нравится с парусом, то что мотор шумит. И такой прям постоянный шум, гам. А здесь ты лежишь под парусочек. Хорошо. Ух, ребятушки, первый выход в море. Вышли на берег. Пойдем немножечко оденемся. Пока солнышко не село, полчасика у нас есть. Попробуем сейчас сходить дальше, в другую сторону. Ну и вернуться уже. Смотрите, какой красавец. В этот день походить под парусом мы уже не успели. Но на следующий день мы отправились в настоящее путешествие к запрошенной кирхе. Ну что, друзья, у нас новый экипаж. Сегодня для нас сам себе капитан Павел Ямайский, старфом Сергей и адмирал. Наш адмирал сегодня с нами, поэтому мы сегодня дойдем до кирхи. Сегодня наша задача дойти до кирхи. Посмотреть к кирху и вернуться обратно. Кирха находится чуть подальше. А ветерскиз, похоже. Воксила называется. Кирха стояла на противоположном берегу. Вообще, поселок Ромашки был очень большой, потому что это была система хуторов. Да, действительно, современный поселок Ромашки появился в послевоенное время на территории бывшей финской деревни Кунинка-Анристи, что в переводе означает Королевский крест. Впоследствии Ромашки объединил уже шесть финских деревень, которые раньше входили в состав власти Воксила, Выборгской губернии, Финляндской республики. А потом, в советское время, здесь был очень такой видный совхоз животноуческий. Здесь выращивали свиней, здесь были стада коров. Ну, а потом в новое время, конечно же, здесь все развалилось. Сотрудники совхоза получили наделы земельные, потом эти земельные наделы купили девелкеры. И мы сейчас располагаемся в этих земельных наделах своими дачными участками. Путь до Кирхи был недолгим, но очень увлекательным. Напротив пляжа поселка Ромашки, когда мы миновали мыс и Новодеревенский залив, налетел небольшой шквал, и наш Калипсо поднесся вперед, даря нам те незабываемые эмоции, которые можно ощутить только от путешествия под парусом. Когда ты понимаешь, что здесь и сейчас вы и стихия заодно, и вместе двигаетесь к цели. Ух, ребятушки, мы причалили к берегу. У нас первая стоянка, дождик прошел, и там, прямо недалеко, должна быть Кирха, Кирха, про которую мы вам рассказывали. Сейчас пойдем ее смотреть. А вот наш Калипсо стоит, пришвартованный, на берегу. Мы находимся сейчас на косе, которая выходит далеко в протоку. Мы пришвартовали слева, решили ее не обходить. Если обходить еще пару километров, надо было идти прямо, потом повернуть направо и зайти сюда в протоку, которую сейчас вам покажу. Мы решили пойти простым путем, в протоку не заходить. А хотя было бы, наверное, прикольно так обойти. Ну вот, как раз вход в нее, да? Спросим у местных аборигенов, можно ли там прямо пройти. Идем вглубь, жрут комары, но мы дойдем до Кирхи. Правда, говорят, что там частная территория. Она стояла на территории бывшего детского лагеря или базы. И теперь это все выкуплено, и там частная собственность. И на Кирху не пройти, никакой сельвитут естественно не оформлен. Потому что всем пофиг нашему государству на такие достопримечательности и памятники. Поэтому Кирху можно встретить только снаружи. Но мы все равно дойдем, посмотрим. А вот тот причал, выйдя на с берега, но весь частный собственность к этому дому не пристать никак. Кирха Воксила построена на мысу Ла-Мансиеми, или же Овечьем, на берегу реки Вокса в 1929 году. По проекту архитектора Ла-Униса. Крест на высокой восьмиугольной колокольне сохранился до наших дней. А вот 16-регистровый орган и большое распятие с алтаря утрачены. В 1941 году они снова сюда пришли. И они здесь стояли до 1944 года. После Русско-финской войны потом они все это... Да, с 1941 по 1944 год здесь была действующая Кирха, потому что они сюда пришли, здесь еще все было, слава богу, в состоянии неразрушенности. Они ее подлатали, восстановили, и она работала. И в 1944 году все закончилось. Здесь у нас победой в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. В действительности Кирха сильно пострадала во время Русско-финской войны. В 1942 году была восстановлена финнами, а в советское время на мысу расположилась база завода Казицкого, в которую вошло здание Кирхи. Подойти к Кирхе поближе и попасть внутрь мы не смогли, так как на воротах висела табличка, что это частная собственность, и проход запрещен. На экране вы видите фотографии из блога в Яндекс.Дзене «Необъятная родина» с Лидией Шараповой, которая любезно разрешила мне ими воспользоваться. Кстати, обязательно почитайте ее страничку, там очень много интересного. Но, как вы видите из фото и видео, Кирха находится в удручающем состоянии. И очень обидно, что, попав на частную территорию, памятники культуры и наши истории разрушаются, и за ними никто не следит. От Кирхи мы отправились обратно к нашему Калипсо. Дождичек уже закончился, и, скинув катамаран на воду, мы с нашим доблестным экипажем продолжили исследование побережья Вуокс и Вирты. Добро пожаловать на борт. Отходим. Отходим. От берега. Наша лодка уходит с плавания. Вот он, яхтинг. Хорошо. Ребята, дошли до поселка Пантон. Это наша крайняя сегодня точка утреннего, до обеденного выхода. Вечером посмотрим, как, что и куда. А пока пора возвращаться к обеду, потому что у нас сегодня развлечение, тренировка. По-моему, прошла она отлично. Будем выбираться обратно. Два с половиной часа мы шли, да, получается? Ну и пару часов нам обратно сейчас. Как раз идем обратно. А вот это Пантоны, тут бывший военный городок, там огромные ангары на территории. И здесь вот такой рыбный, рыболовецкий сквот местный. Всю обратную дорогу мы шли под парусом. Ветер был попутный. Мы общались, любовались берегами и получали удовольствие от тишины и спокойствия. А наш Калипсо уверенно шел в Бакштаг в сторону дома. Ветерка бы побольше, да? Да. Ветерок, но ничего вроде. Наше путешествие было непродолжительным, но очень увлекательным. И принесло нам огромное удовольствие. И надеюсь, вам было тоже интересно смотреть. И надо заметить, что это был только первый выход Калипсо в море. Но далеко не последний. Об этом в следующих выпусках. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет развиваться нашему каналу. Пока.